Да-да-да, руны, бла-бла-бла. До свидания. Господи, что это? Что это? Что это за дерьмо, гном? Что ты держишься на столе? Ладно, валим отсюда. Дневники война. Хе-хе. И дневники война. Ох, как у меня блестят доспехи. Что? Я буду загрожать тебе путь. Ты не пройдешь. Ты проходишь. Блин, он умный, слишком умный для меня. Ну, ты ушлёп, а? Пши. Мог бы я сейчас меч достать? Я бы достал свой меч и покарал бы тебя. Просто покарал бы. Ладно, давайте всё время читать. Ну, я имею в виду так, быстренько читать. Держите. А может быть вы хотите... Нет, уже нельзя. Ну, можно в кодекс зайти. Ладно. Зачем я сюда иду? А, это тут... Тут всё нормально. Я всё правильно иду. Там Авелин. Сейчас мы клацем с ним аж туда, и он будет сам бежать. Фух, это дворец наместника. Здесь обитает сам наместник, прочие слуги, городская стража и прочее дерьмо. Дерьмо. Высшие слои общества. В Киркуэль есть верхний город, нижний город, клоака, вообще какие-то какие-то... Ну, клоака это... Не знаю. Вообще, не то что нижний, а подземный город. Канализация какая-то сраная. Так, мне нужно мясо, мне нужно слэшер. Поэтому давайте быстро... Ух ты, мы вошли в убежище спутника. Так. Как мне это всё, надоело уже озвучивать. Может просто всё проскипывать и дальше идти всех выносить. Авелин! Ну и привет, Хоук. И всё? Что? А, да, извини. Такое чувство, как будто только вчера расстались. Я за тобой присматривала. Одна из немногих выход моей работы, это информация. Поосторожней, Бартрандом. Он тут ещё. Санра Бич, сукин сын. А чего-нибудь полезного не подслушала? На твоей должности наверняка можно узнать много полезного. Не стоит об этом. Ничего, когда-нибудь ты застукаешь... Это как будто я стою на моих руках. Есть опасные люди в этой городе. В факте, я могу у вас есть работа. Дай мне знать, если вы хотите сделать удовольствие для Кирк-Валла. Дальше, я здесь, если вы мне нужны. Мейкан знает, что я могу использовать более довольственную работу. Хорошо, Авелин. Хорошо, Авелин. Хорошо, Авелин, что у тебя есть? Мой патриарлы могут быть влажные шаги в твердом. Но есть что-то огромное, что появляется. И я могу использовать тебя. Мой амбуш. Наверное, для караван. Но я не могу найти никаких кораблей, которые подчатываются. Но не важно. Диалоги. Давайте я хотя бы свои буду читать. Я с тобой. Ну ладно, Авелин. Ради тебя я могу и в стражника поиграть. Я знала, что я могла считать на тебя. Они виски в Сандер-Маунт. Ремотно и ровно. Но мы можем сделать доброе время с шорткатом на этой стороне. И нет, ты не можешь уйти и сделать это без меня. Я верю тебе, но я должен быть там. Хорошо. Хорошо, девочка моя. Все. С этого момента я озвучиваю только своего персонажа. Потому что так можно просто охереть. Я не знаю, как я до сих пор выдерживал этот темп. Но да ладно. О, иерархия круга. Размышления о круге. Ой, блин. Подождите. Хотя он истанул немножечко. Большинство летсплееров такие. Ой, слушайте. Если хотите почитать, вот я вам засниму. А вы, короче, на паузу нажмете и почитаете. Такой вот вопрос. Я не знаю, кому это нахер надо? Хотя нет. На самом деле, если увлекаться игрой, я тоже там большинство читал. На самом деле, есть такие люди. Да и я бы не прочь почитать это все дело. Ладно, отправляемся сразу же на задание. Нашей дорогой Авелин. Кодекс обновлен. Какие-то отставшие. Ой, куда я бежал? Ой. Ой, я потерялся. Блин, засмотрелся на вас. Немные убийцы, что в тени входят. О, это пираты. Нифига, я его долбанул. А, пират-убийца. Во мне уже застряло, сколько? Две или три струны. Ой-ой-ой, напала мою сестру и на Варика. Как и настоящий защитник, я... Я же привык быть магом, но теперь я не маг, я теперь воин. Я должен защищать своих подданных. А не просто кастовать массовые скиллы, чтобы всех снести нахрен. Теперь я воин. Теперь я лох. Так, амулет. Урон от огня. Надеваем Бетани. У нее есть, по крайней мере, один скилл на магию огня. Так. Скажу сразу, что каждый уголок мы обыскивать не будем. Вон, видите, там лыжники валяются. Это нам нафиг не надо на самом деле. Что это отнимает драгоценное время. И вообще, отнимать внимание, время и кому-то нафиг надо. Так. Нормально, моя сестра сразу их. Блин. Руна, руна. А, парализировала. Луна в параличи неплохо работала. Поймать, капкан. Ай. Мой нога. Ой-ой-ой, мой сеструмочек. Чуть-чуть ты офигел. Пошел вон, позел. Я тебя вынесу. У меня крипитер летает чаще. Ох, нифига там мочилово. Вообще не там, а здесь. Пизде. Ого, да. Парень, у тебя топор. Больше, чем ты сам. Пират, потрошите. Успокойся. Тебе. Вон, у него не действует оглушение. Ты обалдел. Так, у моей сестры уже нет маны, но... И нефиг ей кастовать уже. Блин, да кровушка-то как плыщет, как это все круто. Ух ты. Что с твой парень, ты провалился? А, я тебя еще оглушу, пацанец. В принципе, смотрите, у меня скиллов мало. И... Блин. Варика там долбят, а я о скиллах разговариваю. Ну все, сестра моя добила. Скиллов мало, поэтому выносливость вообще как бы не тратится. Зря я ее, наверное, качал. Если я ее качал, я не помню уже. Окей, мы идем дальше. Куда идем мы с пяточком? Большой, большой секрет. О, эффический корень. Так. Ну, кстати, опыт они плохо дают за эти находочки. Да и вообще ингредиенты лишними не бывают. Так, убийца, успокойся. Я надо выносить в первую очередь. Вот это вот мне не нравится. Вот его скилл. Что-то делаешь. Так, он по-любому сейчас зайдет. Нет, он мне, по-моему, зашел за спину. Но сестра среагировала и меня полечила. Так, Авелин, давай мочи. Ой, я его смог оглушить. Подождите, здесь что ли, не 100%? А, 100% против рядовых воинов, но он не считается рядовым. Более-менее неплохим парнем, поэтому он удерживает. Теакс на стойке. Ммм. Ой, не туда побежал. На стойке это хорошо. Кстати, если видите, что игра подключивает, это я быстро автосохраняю. Ну, не автосохраняюсь, а быстро сохранение. Так, там ловушки. Подожди, Хоук, отходи. Я не хочу долбануться. Смотри, сейчас гном подбежит. Подбежит гном. Все, гном. Опа-на, нет ловушек. Так, цена паралича. Да, блин, опять этот козел. Хватит пропадать, появляться и вообще. На, глушись. Ого, видели там отриспо, отрисполнились. Прямо у нас на глазах эти углубки. Офигеть. Да хватит пить поушин. Успокойся. Все, ушел. Так, ну, там еще ловушка. Варик, ты не против обеззреться? Нет? Хочется с ней. Не хочет, ну, не хочет. Так, а кого она лечит? Явно не меня полечила. То ли Варика, то ли Авелин. Что это было? Авелин, режь. Режь, Авелин. Я еще долбанул. Короче, мы под конец игры сделаем из этого парня машину смерти. В принципе, здесь без любого можно взять машину смерти. Ну, не знаю насчет разбойника, что-то разбойник меня не привлекает. Ни капли. Блин. Мы все в крови. Пошли перемем душ вместе. Почему бы и нет? О! Быстрый душ приняли. Так, мне на самом деле этот доспех не нравится. Он как-то, не знаю, не особо. Не особо крутой. Так, а, здесь ловушка обезврежена. Все, мы валим. По-быстрому квест выполнили. Давайте ее выполним теперь. Хотя мы не выполнили квест. Что-то я затупил. Ну, раз уж мы здесь шаримся, давайте сразу здесь этот сначала тоже выполним. Пробежимся по-быстренькому. Так. Паучки, паучата. Где вы? Славные ребята. Так. А, вот они. В гасе. Так, что-то ставит совсем уж... Да, реально, пауки. Так, давайте вас обычной ауешкой мочить. К сожалению, у меня больше там ничего нет. Это прекрасно. Это великолепно. Что ты застрял? Ты. Сверненный паук. Как вы хорошо режетесь. Смачно как режетесь. Так. А, здесь эльфический корень, я все помню. 200 опыта. В принципе, неплохо фармимся. Уже пятый левел скоро будет. Скоро потом сможем специализацию себе выбрать. Стой. А, блин. Я молчу, молчу. Я не озмачиваю. Можно подумать, мне очень надо. Я не жду, что меня угостят чаем с пирожками. Мне просто нужно полетать кое-кого. Погоди. Это тот, который оберегает. Девушка. Я думал, что он оберегает. Вперед к кемпу. Оберегает к кемпу. У них такая кожа оттенка. Как бы их... Их сделали во второй части такими немножко убогими. Они какие-то... Такое ощущение, как будто они все такие, какие-то, не знаю, подростки. 20-летние все. Хотя и то 15-летние подростки больше их. В принципе, все правильно. Эльфы, они такие и должны быть. О, я диалог Хоука пропустил. Ай-яй-яй. Ай-яй. Вы же меня теперь накажете. Дай-ка я посмотрю на тебя. В сердце твоем свете. Не дай ему... Усякнуть. Может угаснуть. Но тебе еще пригодится. Как это Ноша? Это скудная история. С неба слетел дракон, поджарил парочку порождений тьмы, а потом попростил меня отнести тебе этот амулет. Клевое дело. У меня сопутствует удача. Конечно, мне везет. Да. Ты говоришь, как будто это так просто. Да. Ты научишь мне эту ритуалу? Свою первую. Кто это такая? Возьми ее с собой, как сувенир. Такой стоит, думает. Взять эльфа, как сувенир. Ну, точнее, эльфийку. Она стала страшно, но не нравится. Здесь есть эльфийка, которая мне нравится, но это не она. Жуть. Это, кажется, немного странно. Это ее желание, и я должен вернуться. Чею желание? Дары чирал. Дары чирал. помню как в первой части было прикольно с эльфами там в лагере короче к ним приходишь и сводишь эльфа с эльфи канала блин первая часть была такая крутая тоже была первая часть ладно мы будем читать книжки наслаждаться боевкой вот что мне нравится здесь больше так это боевка это это хорошо она не идеально конечно но она лучше первой части в первой части тоже тактика это сколько книжек читать пришел к эльфам прочел пять книжек все убежал стал очень слишком умный очень слишком умный